Привет, бьюти! Сегодня у нас календарь, который все очень сильно ждали, и, наверное, это один из самых лучших календарей, который был за всю историю, и уж точно самый лучший календарь, который был в прошлом году, а именно календарь от Lumine. Поехали! Если вы вдруг пропустили прошлогодний обзор календаря от Lumine, то я вот вам напомню, вот здесь будет ссылочка на него, и мне очень интересно, что я тут увижу в этом году. Давайте начнем с дизайна, так же, как в прошлом году, это календарь-книжка, по-моему, даже был точно такой же бантик. Также, с другой стороны, у нас имеется описание всех продуктов, которые есть в этом календаре, и нету картинок, так что, сифара, учитесь, как должно быть. Сейчас офф-топ, мне некоторые писали, что, типа, ты тупая, могла бы посмотреть на другую сторону календаря и узнать, что это крем. Весь прикол в том, чтобы и не смотреть на ту сторону календаря, потому что, во-первых, тогда я узнаю все остальные продукты в календаре. А какой смысл тогда? У меня аж челюсть хрустнула от удивления, я сейчас без приколов. Как обычно, в кадр мы не помещаемся. Я тут, я побуду тут. Очень красиво внутри, очень приятно на ощупь. Здесь цветы, всякие морозные оттенки. Так что давайте, наконец, найдем первый день. Предвкушаю. И на первый день в календарике есть. Открывается идеально. Некоторые еще писали, что я рукожопая, и типа, сама дура, ставлю минус календарю, потому что у меня руки есть с жопой, и я не могу его открыть нормально. Но, я-мою, реально есть такая вещь, как легкость открывания. Сейчас это просто... И, по-моему, у нас здесь крем, который уже нам попадался в прошлом году. Rich Day Cream Arctic. Это тот самый, который пахнет льдом, правильно я помню? Да! Тот момент, когда захотел на Байкал. Это офигенный крем, честно вам скажу. Я его использовала прошлой зимой, так что я рада, что у меня на этот год тоже есть такой крем. На второй день в календарике есть. Я надеюсь, хоть что-то новое будет, потому что тогда это будет грустновато. Так, на второй день у нас получается умывашка, та, которая с витамином С для сияния кожи. Кстати, вот я не помню, у нас была умывашка в том году. Потому что я помню, что была вот эта коллекция с витамином С, были, по-моему, крем, что-то еще было. На третий день в календарике есть. Новый, 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 новый. Кстати, это был один из моих самых любимых бальзамов в том году зимой. Я его юзала вот так вот просто. И он был красненький. В этот раз нам положили Rose, тоже коллекция, коллаборации с Mumitrol. Так, у меня губы намазаны, сейчас я... Он с цветом. Оттенок. Бьюти, я в раю. Он не пахнет агрессивно розовой, вот как я это обычно не люблю, по типу розовой воду или что-то еще. Отдает розой, но не фигачит нос. Он очень мягкий на губах. Я не знаю, передаст ли камера настолько нежно вообще все это выглядит на губах. Ой. Ну все. Знаете ли, даже вот прям... Да. Четвертый день в календарике есть. Как думаете, здесь что-то для глаз? Так, господа и господа, моя камера в лучших традициях злодейских фильмов вбрубилась в тот момент, когда я открывала вам дверцу номер 4. И угадайте, когда я это обнаружила, примерно миллион спустя болтовни на дверце номер 7. Поэтому, хронология событий. В четвертой дверце мне досталась вот такая вот тушь. Да, тушь. Прикиньте, подкручивающая тушь с ягодами. Открываем библиотеку запахов Ирблан. Она пахнет каким-то мхом. Да, все-таки убеждаюсь. Она пахнет мхом с ягодами. Я не могу ее сейчас попробовать, поскольку у меня наручные ресницы. Так что я смогу ее попробовать только примерно через месяц, когда у меня половина ресниц опадет. Поэтому узнаю потом. Мне очень понравилось, что здесь щеточка, на которой нету кучи продуктов. То есть не нужно вот это вот очищать ее постоянно, знаете, для того, чтобы вот это вот накраситься. Когда я открыла пятый день, здесь у нас был вот такой вот маленький консилер, который я, кстати, накрасила. И он прям идеально слился с моим оттенком кожи. Да, он в одном оттенке, но я точно не помню, какого производства календарь Lumine. То есть, в принципе, фирма Lumine, по-моему, это в Финляндии. В целом, марка, она очень северная, поэтому бледнокожий консилер подойдет 99,9% людей. На шестой день в календарике мне попался вот такой вот кремик, также из коллекции, которая у нас уже была. Но в этот раз, по-моему, здесь другой крем, потому что это sleeping cream, ночной крем, короче говоря. Эта штука пахнет шипучкой, в смысле витамином С, шипучкой. Просто я очень люблю витаминку С в шипучем варианте. Я ее никогда в воду не бросаю, я всегда ее вот так вот. Ты потом уже запивай большим количеством воды. Нет. 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 И, собственно, я заметила, что моя камера вырубилась примерно на седьмом дне, когда я открыла и увидела, что здесь еще один продукт для глаз. Intensive Eye Marker. Waterproof Eye Marker, чтобы вы понимали. Очень правильное, на мой взгляд, решение, потому что, допустим, когда ты прешь в снежную бурю до школки, накрашенная, красивая, вся такая, со стрелочками, а тебе в табло летит большое количество снега, то до школы ты уже доходишь не с красивыми стрелочками, а примерно так, становишься годкой, короче говоря. О, да, и он прям маркером. Он ничем не пахнет, если что. Стрелочка выглядит очень даже хорошо. Не знаю, я могу, конечно, сделать себе айлайнер сюда, я не уверена, что он будет хорошо виден. Да, хороший маркер. Очень легко рисует. Так что можем, наконец-таки, поехать дальше и наслаждаться открытием окошечек вместе, потому что мне без вас это очень грустно делать. На восьмой день в календарике есть. Он очень большой, поэтому у меня есть подозрение, что здесь либо крем для рук, либо большой крем для лица. Так, Arctic Hydra Care Rich Hand Cream. Да, yes, 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 yes. Это крем для рук, который был тоже в прошлом году, вот из этой вот коллекции, которая пахнет грифелем. О, посмотрите, он вообще не стирается. А, нет, чуть-чуть смазывается. О, да. Тут ты понимаешь, где заканчивается реальность и начинается мечта. Этот крем, от которого я искренне кайфую, он потрясающий. Он у меня еще остался с прошлого года, так что теперь у меня есть крем, который я могу носить с собой. И теперь еще есть второй для того, чтобы положить его около кровати. Набор пожилой женщины 100% активирован. На девятый день в календарике есть. Это, по-моему, у нас в прошлом году тоже было. Мицеллярная вода, три в одном. Ла-ла-ла. Если я правильно помню, то это была хорошая мицеллярная вода. Сейчас я посмотрю. Единственное, я не помню хорошую. Какие... Какая формула хорошая? Я уже забыла. Капец. Надо обновлять знания, потому что моя голова уже просто вычеркнула знания о том, какая формула мицеллярной воды хорошая, которую можно не смывать потом водой. На самой мицеллярной воде написано, что не нужно терять, то есть она легко смывает, и что не нужно ее смывать. Я им искренне верю, но если что, большинство мицеллярных вод, которые продаются в магазинах, это те, которые нужно смывать. На десятый... О, здесь по-любому какой-нибудь маленький кремик. На десятый день календарики. Да, какой-то маленький кремик. У нас такой был в прошлом году. Гель-крем. Он выглядит как вода. Ё-моё, жидкая. Смотрите. У-у-у, какая штука. Ну, он пахнет, знаете, как что-то растительное, реально. Как будто вот какое-то растение срезали, и вот у него сок, знаете, изнутри вытекает. Хм, загадка, запах, который я не могу описать. У-у, интенсив мостерайзер. Он тоже был у нас в прошлом году. Он пахнет чабрецом. У-у, да. Обожаю чабрец. На двенадцатый день в календарике есть. Витамин С что-то. У-у-у. У-у-у. Как он в глазах пахнет витамин С. Вот я сюда буду давать ссылку. Подписывайтесь на мой инстаграм. Я, скорее всего, буду его тестить там, и уже вам расскажу в сторис. Потому что, если вам интересно, задайте мне знать в комментариях, и я вам точно буду рассказывать это. И мне искренне интересно. Мне прямо... У-у-у-у. У-у-у. Черт. Меня даже вообще не беспокоит, что некоторые продукты такие же, как были в прошлом году. Потому что здесь столько нового, что... На тринадцатый день в календарике есть. Снова кремик с витамином С. То есть у нас есть теперь, получается, в наборе ночной крем, который придаст вашей коже сияние. Работает заодно как масочка, что ли, я не знаю, ночная. И дневной крем. Клоу-ривил. О-о-о. Е-бой. Здесь теперь уже четыре продукта с витамином С. И мне, честно скажу, это нравится. Потому что витамин С зимой, это просто... Ой, лучшее, что можно сделать с вашей кожей. Я знаю, чем сегодня намажусь. Все. Вы тоже знаете, чем я сегодня намажусь. На четырнадцатый день. О! Календарь есть. Увлажняющий кремник... Ну, точнее, увлажняющий гель для глаз. Ничем не пахнет. Кстати, это очень хорошо, потому что парфюмерия тоже оказывает влияние на нашу кожу. Чем сильнее парфюм, тем больше воздействия. И мне кажется, идеально, если в креме для глаз нет вообще никакой отдушки. При том, что я вам называю постоянно запахи иллюмины. Мне очень нравится, что они у них не бешеные, что ли. То есть это не прям какой-то парфюм, знаете, который ты нюхаешь, там... Ох, прямо. На пятнадцатый день в календарике есть тональничек, который у нас в прошлом году. Он очень сияющий, на самом деле. Мне это не требуется, потому что моей коже... Это я даже повод давать не надо, чтобы сиянуть. А, да! Пахнет ягодами зашибись. Но вот эта штука мне запомнилась искренне, потому что... Это был очень кайфовый крем. Я его использовала, честно скажу. Он есть, он есть. Я его вживую вижу, вряд ли на камеру будет хорошо видно. Но он слился с моей кожей. Но вот он. Я прямо вижу границу. О, класс, класс, класс! На шестнадцатый день у нас тоже что-то похожее по формату на кремик. Pressed Serum. Спрессованная сыворотка. Это их коллекция для возрастной кожи, правильно я понимаю? Ageless. О, пахнет... Парфюмированной сливой. Линджером. И это сыворотка при этом. На самом деле, очень хороший формат. Можно взять с собой в дорогу, потому что тут раз тебе и крем, и сыворотка. Сыворотки обычно очень много места занимают. Опа, легко очень улетучивается запах, на самом деле. Кайф. Что-то очень вытянутое на семнадцатый день, поэтому мне очень интересно. Нет! Первый раз у меня порвалась дверца. О! Крем для глаз! О-о-о! О да, о да, о да. И он еще из этой вот зимней коллекции. Пахнет, как все остальное. Грифелем. Это очень странно, на самом деле. Он очень мягкий, очень шелковистый. Это же бархатный, вот правильное слово. Жду не дождусь попробовать жизни. На восемнадцатый день в календарике. О, Dayfluit. Эту коллекцию я тоже помню. По-моему, у нас тоже был Dayfluit. Либо что-то... Ну, тут что-то от этой коллекции точно было. Я ей, скажу сразу, не успела затестить, поскольку было столько всего интересного. Такой, знаете, морской свежестью пахнет. Вот чем. Немножечко такой морской запах. Найс. На девятнадцатый день в календарике. О! Овернайт крем увлажняющий. То есть, получается, у нас есть гель, который увлажняющий на день. И еще ночной кремик. С таким морозным уличным запахом, но при этом с запахом свежести. То есть, как будто бы вода в воздухе замерзла. Вот такой запах. Но это не лед. Это другой запах. Уже двадцатый день. О! Мне интересно, что будет на последний день. На двадцатый день в календарике есть. Вот это да! Такая, 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 такая гаубустная сенс. Я, ты мое! Тут прям, я, получается, что собрала полное бинго в этом году коллекции с витамином С? Ё-моё! Вот так вот, в каплях! Да ну нафиг! Вы что творите-то? Это же, это дорого! Сыворотки? В принципе, сыворотки это дорого. Тут сыворотка с дозатором. Опа, как это вы? Вы меня балдуете. Я наблюгаю витамином С. Ё-моё, я сегодня, короче, ну вы поняли, да? Я сегодня вся обложусь витамином С. Кстати, при том, что я наблюгала с таким всяким красным количеством запахов, я тут не вся, не тону в запахах. То есть они настолько у них легкие, что вот ты их чувствуешь, вот ты их не чувствуешь. На 21-й день в календарике есть! Снова какой-то кремик. 72 часа гида гель маска. Он такой прозрачный, ребят, я сквозь него вижу. Это вот к остальной коллекции вот с этой штучкой. Я так понимаю, по-моему, у нас что-то еще было, мне кажется. О, какой он интересный! Я вижу пузырьки внутри него. Я сейчас делаю одну очень бьюти-блогерскую вещь, которую я давно не делала, но я должна. Так, только не вытекай. Это выглядит, знаете, как Байкал. И там внутри пузырьки. Это так красиво! И это странный запах, который мне сложно описать. Маску я точно попробую. На 22-й день в календарике есть! О, продолжение нашей коллекции возрастной. Это уже night cream, то есть ночной крем, который тоже вкусненько, наверное, пахнет. Да! Так, ну тут все понятно. Ночной крем есть ночной крем. На 23-й день в календарике есть! Что это? Праймер! Чуть больше моего носика. А он очень маленький. Long Bear Primer Blur 100% Vegan. Smooth all skin types. И последний день в календарике есть! Честно скажите, они делают этот календарь тупо для меня или что? Это хайлайтер. Хайлайтер! В дозаторе. Ну, наносим, естественно. Я, конечно, уже с хайлайтером, на самом деле, но что-то, кстати, его не особо заметно. О, прикольно! Он очень сияет натурально. Похоже на кожное сияние. То есть, допустим, вот у меня так просто кожа сияет. Ну, что сказать, это кайф! Итого 5 продуктов косметических, если я не ошибаюсь, возможно, я ошибаюсь, что вы мне поправите в комментариях, обязательно я уверена. И 19... Я плохо считаю, могу ошибаться. И 19 продуктов не косметических, а всяких разных уходовых. Мне кажется, в этом году очень-очень журный улов, потому что столько всяких разных интересных продуктов, чуть ли не целая линейка витамина С. Ну, в общем, я умажусь вся просто вдоль и поперек. Ну, и в целом, тот факт, что здесь есть новые продукты, которых не было в прошлом году, это меня безумно радует. То, что я вообще не ждала увидеть, типа, типа, тоников или хайлайтера в каплях. То есть, как окажется, что в прошлом году был хайлайтер в каплях, просто я его почему-то не запомнила. Надеюсь, нет. Так что ассортимент, как всегда, мне безумно понравился. Давайте разложим все по полочкам и оценим. Что касается дизайна, здесь, мне кажется, все очень лаконично, все очень красиво. Он очень симпатичный. Мне нравятся фольгированные... Это же фольгированные, потому что я эксперт, я знаю. Фольгированные вот эти цифры. Ничего лишнего. Пятерочка. Сразу, пока мы здесь можем сказать про то, как открывались окошечки, помните, в календаре сифара они постоянно у нас рвались. Картон был такой, что его фиг откроешь. Да, он красивый, да, он плотный. Это, если что, тоже очень плотный, но он открывается просто идеально. Здесь есть место специальное, чтобы подцепить, чтобы загнуть, чтобы открыть. То есть, здесь все идеально продумано. Это на пятерочку. Ну, а теперь давайте перейдем к критерию цена-качество. Сам календарь стоит, сейчас скажу, чтобы точно, прямо точно, 5759 рублей. Это безумно много. Но я подозреваю, что он был дешевле, и все потому, что курс рубля и коронакризис сделали все в мире дороже. Вау, я тут сейчас увидела, что у них сзади есть критерий натуральности продуктов. Здесь около каждого процента натуральности продуктов, и здесь все 90, 90, 90, 88. Что тут самое натуральное у нас? Это предающийся я нечищающий бальзам. Клинг, дел, бам, самое натуральное, кошмар. Так что давайте, наконец-то, почитаем, стоит ли оно все того. Здесь очень крутые продукты, и правда дорогие. Мне кажется, я уверена, что он будет стоить дороже, по факту. И начнем, наверное, вот с этой штуки. Это, оказывается, гилауроновая эссенция предыдущей сияния, но с витамином С. В оригинале она стоит 2000 рублей, и там 30 миллилитров, здесь 15, то есть это половина. Поэтому разделяем пополам, получаем 1000 рублей уже. Подобный крем в оригинале стоит 1500, и в нем 50 миллилитров. Если я не совсем дебил, то получается где-то 200 рублей. Так, sleeping cream 200 рублей. Лосьон в оригинале 150 миллилитров, здесь 50 миллилитров, плюс 300 рублей. Такая умывашка, блин, я не знаю, поставлю 100 рублей примерно. Такой крем в оригинале стоит 2500 практически, примерно 480 рублей. Странно, но на сайте я не вижу такого вот спрессованного серума, но здесь все цены абсолютно одинаковые, поэтому я могу предположить, что здесь тоже будет 480 рублей. Крем для глаз у нас получается полноразмерный, 1379 рублей. Также крем для рук тоже у нас идет полноразмерным, 30 миллилитров, 739 рублей. Восстанавливающая маска, 72 часа, 200 рублей. Так, 24 аквагель, 460 рублей. 290 рублей за такой флюид, примерно 500 рублей вот эта штучка, 389 вот эта штучка, 117 рублей за мицеллярную воду. Я на русском сайте не могу найти вот такой вот розовый бальзам для губ, есть только малиновый красный. Если этот бальзам стоит 300 рублей, то это тоже будет скорее всего 300 рублей. 400 рублей вот за эту штучку. Хайлайтер у нас также в полноразмерном виде и стоит он 1809 рублей. Также как и тушь, которая стоит 579 рублей. Наш тон для лица будет стоить нам 969 рублей. Подводка, так как она тоже полноразмерная, стоит 579 рублей. Полноразмерный консилер за 829 рублей. Это маленькая фигнюшечка, можно сказать, пробничек на самом деле, блюющей базой. Получается, обойдется нам в 157 рублей. Ну и, наконец, подобный кремик нам найдется примерно в 760 рублей. Итого, вы не поверите, какая получилась итоговая стоимость вот этих всех маленьких продуктов. Ну, не только маленькие, здесь есть полноразмерные. В общем, всего вот это нам обошлось бы, если бы мы покупали все по отдельности, в 13166 рублей. Как обычно, это я уже оставлю вам в комментариях судить, стоило на того все не стоило. На мой взгляд, лично стоило, потому что, во-первых, я очень люблю лимине. Во-вторых, я точно знаю, что здесь прекрасные продукты. Плюс это вещи, как сыворотки, тоники. Мицеллярная вода хорошая. Это продукты, которые, правда, стоят дорого. Плюс сам разрыв между 13 тысячами и 5 тысячами, которые стоили календарь. Мне кажется, вот примерно так должно это работать, что то, что суммарно вы положили в календарь, должно быть в два раза, даже чуть больше, чем в два раза, дороже, чем стоимость календаря. Прикиньте, что можно было бы тогда запихнуть в календаре сифара. Туда можно было пихнуть, я не знаю, целый набор кистей, наверное, тогда, если бы... Боже мой! Реально? Ну и последние два критерия, это уместность продуктов. Это настоящий северный календарь. Это календарь, который ты хочешь открывать зимой. Это календарь, который ты будешь приятно открывать зимой, потому что здесь куча продуктов для зимы. Витамин С, все, чтобы твое личико не обветривалось. Красивый бальзам для губ, для рук. Косметика, чтобы тебе сугроб летел в лицо, но все было красиво. То есть, ну, прямо максимально уместно. Поэтому здесь не то, что пять из пяти, здесь просто айсберг, о котором расфигачился титаник из пяти. Вот что. Ну и сам вайб, ё-моё. Это крупнее, чем айсберг, это целый титаник из пяти. Так что я, конечно, заранее об этом догадывалась, но это точно календарь, который получил от меня не то, что пятерку. Ну, короче, это реально 100-500 медвежат, белых медвежат из пяти. Так что я, пожалуй, пойду поскорее смою свой макияж. Наконец-таки нанесу на себя новую косметику, состоящую из витаминов С, сияния и вот этого всего. Как я и сказала, если вам интересно, то обязательно напишите мне об этом в комментариях, чтобы я... Либо мне в директ в инстаграме, чтобы я показала вам, что оно и как. Ну, а если вам было мало этого видео, можете посмотреть любой из этих двух. Либо посмотреть предыдущий, не знаю, вообще плейлист с новогодними роликами для того, чтобы у вас появилось новогоднее настроение. Либо если вы украшаете ёлку, ну или ещё что-нибудь. Ну, а пока. Пока, бьюти! Субтитры сделал DimaTorzok